Всем привет! С недавнего времени мы начали делать переводы SCP-объектов, которые публикуем в Телеграме. Стараемся делать один большой перевод за неделю. Вы можете поддержать это дело, а также просто канал на Donation Alert. Ссылка в описании. Объект SCP-2887. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Из-за объема движения, проходящего через здание, частью которого является SCP-2887, зона не может быть закрыта полностью. Вместо этого, сдерживание сосредоточено на контроле доступа к SCP-2887. Офисное здание, включая единственный известный доступ к SCP-2887, было приобретено фондом на условии бессрочного лизинга, при поддержке правительства Великобритании и функционирует в качестве центра операций, не требующих доступа к SCP-2887. Доступ к SCP-2887 ограничен теми лицами, которые необходимы для его содержания. Мера предосторожности в области биологической безопасности, соответствующей USBSL-4, должны соблюдаться всегда при нахождении внутри SCP-2887. Они включают, но не ограничиваются, герметичной двойной дверью, резервными системами фильтрации воздуха и использованием защитных костюмов для всего тела. Внутреннее пространство SCP-2887 должно постоянно контролироваться автономными камерами замкнутого цикла. Ежемесячные посещения SCP-2887 должны производиться для восстановления данных и замены батарей камер в рамках общего осмотра. При этом разряженные батареи перезаряжаются внутри SCP-2887 для будущего использования. Из SCP-2887 нельзя выносить оборудование и другие предметы. Все данные наблюдений должны передаваться по беспроводной связи на носитель в защищенных костюмах членов команды. В противном случае вход в SCP-2887-A запрещен, без прямого разрешения главного исследователя. Так и представителя АОК, прикрепленного к объекту SCP. Любой человек, попавший непосредственно внутрь SCP-2887, должен пройти карантинный период не менее 30 дней. Описание. SCP-2887 это подземное помещение, попасть в которое можно через дверь, которое находится в техническом коридоре станции Charing Cross, расположенной в Лондоне, Великобритании. Считается, что других точек доступа нет. SCP-2887 выглядит как конечная станция британских железных дорог приблизительно 1970 года, с поездами, входящими и выходящими через тоннели на крайнем конце помещения. Исследование беспилотниками показало, что тоннели имеют неопределенную длину. Объем, занимаемый SCP-2887, не согласуется с расположением тоннелей, инженерных коммуникаций и подвалов в окрестностях. Светильники, штепсельные розетки и другое электрооборудование внутри SCP-2887 полностью функционально. Дисплей и платформ идентифицируют адресатов с помощью цепочек цифр и букв, считаются 16-ричными кодами, и идентифицируют операторов сервиса как АБГ. Эта информация повторяется частыми объявлениями из громкоговорителей, по-видимому работающими автоматически. Поезда, входящие и выходящие из станции, соответствуют различным пассажирским моделям, используемым в британской железнодорожной сети с начала 1970-х годов до наших дней. Машинист всегда присутствует в поезде. Пассажиры присутствуют примерно в 70% случаев. Когда поезд прибывает на станцию, его двери открываются, за исключением инцидента 2887-1, и поезд покидает станцию примерно через 10 минут. Порядка 20 поездов прибывают в течение часа. Наблюдаемые пассажиры демонстрируют выраженные симптомы серьезных заболеваний, включая несколько классифицированных в качестве объектов SCP. Поскольку пассажиры находятся вне доступа, диагнозы могут быть поставлены только визуально. Наиболее часто наблюдаемые симптомы соответствуют африканскому трепаносомосу, МЕРС, ОСПЕ и заражению SCP. Пассажиры и водители не реагируют на попытки сотрудников фонда вступить в контакт. Например, стук по зеркалу, яркое освещение или таблички. Хотя машинисты могут время от времени махать персоналу, присутствующему внутри SCP-2887 или друг другу. Предприняты попытки попасть в пустые поезда, все они были неудачными, за исключением SCP-2887-A. Смотрите инцидент SCP-2887-A. SCP-2887 привлек внимание фонда в 1993 году в рамках реализации проекта «Эллисон». Пакт о долгосрочном сотрудничестве между фондом и ГОИ-0188, первым аномальным оборонным корпусом АОК, специализированным подразделением по борьбе с аномалиями британской армии. Содержание началось после первой исследовательской миссии, проведенной силами группы сдерживания фонда, в присутствии связных АОК. Согласно условиям проекта «Эллисон», содержание SCP-2887 является исключительной прерогативой фонда. Однако после инцидента SCP-2887-1 в настоящее время продолжаются расследования того, как персонал АОК узнал об аномалии и о любых возможных связях с организацией, идентифицирующей себя как аномалии без границ. Инцидент SCP-2887-1. 1996 года еженедельная инспекция обнаружила поезд с открытыми дверями. Команда села в поезд, который оказался пустым, за исключением напечатанной записки, прикрепленной к двери машиниста, содержание которой доступно ниже. Во время обнаружения кабина машиниста была пуста. Обзор видеозаписи не показал никаких признаков выхода кого-либо из поезда. Впоследствии инспекционная группа была помещена в карантин для защиты от возможного заражения. Карантин был смягчен после того, как никаких признаков заражения не проявилось через 30 дней после инцидента. В результате инцидента SCP-2887-1 проверки были изменены на ежемесячные с еженедельных. Поезд с запиской присутствовал во всех последующих инспекциях и был обозначен как SCP-2887-1. Предполагается, что можно оставлять записи в SCP-2887-A в качестве способа общения. Одобрение таких попыток в настоящее время ожидает подтверждение Совета О5, которые все еще ждут дополнительную информацию об участии ГОИ-01-88 в SCP-2887. SCP-2887-1. Обнаруженный документ. Генерал, когда мы подписали соглашение, вы обещали нам, что не будете вмешиваться в нашу деятельность. В связи с вашей недавней деятельностью в лондонском терминале, мы напоминаем вам, что аномалии без границ обладают полной автономией для проведения операций на арендованном пространстве. Как вы, без сомнения, знаете, ваше измерение необычайно стабильно. Оно набрало 0.78 баллов по аномальной шкале Брауна-Милдберна. Таким образом, использование вашего пространства позволяет нашей организации оказывать помощь буквально тысячам вселенных с относительно низким риском уничтожения. Благодаря вашей щедрости мы смогли помочь 7 миллионам человек из более чем 50 измерений только за последний год. Мы надеемся, что при вашей постоянной поддержке мы сможем продолжить нашу деятельность в будущем. Я также напомню вам, что благодаря сотрудничеству вам предоставлен статус приоритета 3 согласно контракту. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставляйте ответ в этом блоке и закройте двери. С уважением, доктор Бойтс. Аномалии без границ.